Друзья, доброго времени суток! Сегодня мы запекаем курицу в тыкве. Очень хороша в таком блюде тыква сорта мускатная. У меня две небольшие тыквочки. Я их вычистила, подготовила формы для запекания. Также я нарезала кусочками курицу, удалила лишний жир. Кусочки курицы у меня небольшие, порционные. Растирать курицу я буду одной крупной луковицей. Я ее нарезала меленько. Четырьмя зубками чеснока я натерла на терке. Можно сухой чеснок использовать. Также нам понадобится чайная ложка соли, крахмала столовая ложка. Чайная ложка сахара понадобится для соевого соуса. У меня его три столовые ложки. Также две столовые ложки растительного масла и красный перец чили или паприка. Я люблю остринку, поэтому я беру красный перец чили и черный молотый перец по чайной ложке. В глубокую миску отправляем луковицу, нарезанную мелко, чеснок натертый, соль, крахмал, черный молотый перец, острый перец чили или же паприку, чайную ложку, растительное масло. В соевый соус вводим сахар, перемешиваем сахар. Он должен раствориться. Ну и теперь соевый соус тоже вливаем в глубокую миску. Все перемешиваем, растираем. И теперь сюда отправляем курицу подготовленную. Растираем курицу со специями. Оставляем курицу минут на 10-15 в помещении. Пусть постоит, пропитается. Прошло 10 минут. Берем тыкву. Она хорошо вычищена. И укладываем кусочки курицы вместе с луком, с чесноком, со специями. Тыкву. Утрамбовываем куриное мясо. Начинили одну тыквочку. Все то же самое проделываем со второй. Берем форму для выпечки. Расстилаем пергамент и выкладываем тыкву в форму. Сверху накрываем тоже пергаментом. Натрыли пергаментом и отправляем запекаться в духовку с температурой 200 градусов около полутора часов. Друзья, у меня прошло полтора часа. Я достала из духовки форму с запеченными тыквами. Одну тыквочку я разрезала и уложила на блюдо. Тыква получилась очень нежная, ароматная. Она впитала все соки курицы. Ну и курица, приготовленная в духовке, намного полезнее, сочнее, чем жареная. Готовьте так. Блюдо простое и очень вкусное. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok